всем добрый вечер будет запись прямого эфира на инстаграм на 18 марта 2021 года сегодня у нас будет тема карьер в бельгии и у нас профессия будет журналист так всем добрый вечер я немного рассказала о том а о чем будет наш прямой эфир всем добрый вечер так карьера бельгии регида привет у меня будет гостях регина замечательный журналист позитивный собеседник я уверена будет очень интересно поэтому присоединяйтесь я пока напишу о чем будет тема закреплю мера бельгии и после мы обязательно обсудим ситуацию нас бельгии с коронавирусом мы оба любители этой темы поэтому так карьера бельгии журналист все я ее закреплю и регина ты можешь присоединяться я немного волнуюсь все-таки уже сколько месяцев я не выходила в прямой эфир регина дай мне знать так секунду секунд девочки мальчики я забыла микрофон включить стыд-позор журналистам так а я вижу окей сейчас секунду я по-быстрому вот что значит мама так а приветики ага так все поставьте плюсики пожалуйста если слышите меня ау привет так а звук между прочим был лучше без микрофона просто я буду орать на весь дом ты будешь орать ну да окей нет у меня нет такого намерения привет привет добрый вечер дела добрый вечер нормально всех уложила супер все все окей все окей так напишите пожалуйста слышно ли меня хорошо и слышно ли регину хорошо поставьте там плюсики все такое так ой я так рада тебя видеть так все так давно я так желаю этот прямой эфир мне сама все интересно так что я постараюсь тебя не разочаровать всех кто присоединиться нет я я уверена что ты не разочаруешь потому что ты первый журналист у меня на прямом эфире окей ну давай начнем уже то что у нас время как всегда не резиновое очень жаль и поздно да я смотрю что люди из москвы тоже есть у них уже времени много ну всегда можно посмотреть прям потом в прямом эфире я сохраню задайте ваши вопросы обязательно под комментариями если они будут и сейчас задаю вопросы я и в конце мы уже обсудим все такое в наши дорогие новости из бельгии последние новости на какой сегодня у нас 18 марта чтобы не расстраиваться сразу уж прям да сразу ну что регина привет привет расскажи немного о себе откуда ты приехала как долго как долго в бельгии как записала и забыла я не журналист но мне немножко некомфортно настоящим журналистом ну камон не переживай рассказывай все о себе все что хочешь я в общем коротко расскажу чтобы время сэкономить я на самом деле приехала из москвы транзитом через самые разные страны мира на короткие или на длительные периоды все это связано с моей работой работа у меня исключительно выбрана душой и сердцем с самого вообще детства не побоюсь этого слова сейчас испугаю всех я начинала еще в программе пионерская зорька если вы помните такая была правда я по возрасту да по возрасту я не подходила уже под пионерскую зорьку но работала вместе с тем человеком который собственно озвучивал промо звуковое промо для этой программы он уже был солидным человеком на тот момент мы тогда начинали детьми просто так вот повезло к нам в школу пришли люди с этой программы первого всесоюзного радио ну тогда уже все российского конечно было но оно исторически всесоюзное искали детские голоса выбрали мою сестру сестре это как-то сразу не импонировало она в итоге у нас совершенно в другой области а вот я видимо с детства уже как-то вот с шилом поэтому я у нее сама попросила отведи меня туда я хочу тоже попробовать мне так интересно и в итоге осталось и вот осталось уже надолго проехала через ну начиная вот с детской на спортивную журналистику перешла потому что сама спортом серьезно занималась потом по травме вынуждена была это закончить а вот с журналистикой наоборот еще более тесные так сказать связи остались и объятия и так вот очень долго я в спортивной журналистике работала очень мне это нравилось спорт люблю и нежно до сих пор слежу очень активно за многими видами спорта но в какой-то момент просто понимаешь что это уже становится повторением каждый сезон одно и то же и душа требовала чего-то нового и в общем у меня была такая идея в принципе попробовать может быть себя в чем-то другом но к моему счастью когда я пришла к руководству чуть ли не увольняться уже ну объяснив естественно в чем дело что вот хочу каких-то больших перемен в своей жизни мое руководство мне сказала что прекрасно что-то собралась ехать в Брюссель потому что нам как раз бы там не помешал журналист а то есть ты не решалась нет почему я собиралась уезжать да выяснилось что я могу не увольняясь прямо уехать в составе той же самой компании и вот с 2011 года я нахожусь уже здесь в Бельгии и работаю не только по Бельгии но также по всему европейскому региону скажем так ну все-таки больше здесь конечно потому что здесь евроинститут это в какой-то степени стала моей специализацией уже я слежу за новостями я их комментирую я их пытаюсь анализировать искать какие-то источники куарные и так далее сейчас это сложнее конечно же но тем не менее и то что происходит как бы в соседних регионах тоже это тоже моя работа которую я очень-очень-очень люблю и при всей вообще при каждой возможности своему тогдашнему руководителю а теперь моему коллеге говорю большое спасибо за то что он мне вот такую вот путевку в жизнь дал круто ну то есть ты не фрилансер ты прям в найме нет я не фрилансер я штатный журналист и ты работаешь как бы в Брюсселе на российскую компанию или все-таки зарплата я работаю на ВГТРК аааа окей потому что я постоянно вижу твои вести как бы скрины что вести как откуда они вести откуда как называется вести FM радиостанция называется и Россия 24 телеканал называется да вот Россия 24 это это ну ВГТРК конечно же огромный холдинг там большое количество разных радиостанций я вот тоже с большим удовольствием беседовала с коллегами с радио России про выборы в Голландии как раз мы обсуждали у нас естественно наш холдинг объединяет большое количество телеканалов и так далее но я назвала те те радиостанции те каналы тот канал с которыми работаю я потому что я работаю с новостями в основном и вот это как бы основные конечно наши новостные рупоры то где можно побольше всего интересного рассказать ну честно вот сказать сказать от тебя вот прям исходит эта энергетика новостей тебе прям хочется все от тебя узнать ты очень ну очень интересно рассказываешь рассказываешь да особенно вот сторис там посты я думаю поэтому я и заинтересовалась тебе написала думаю давай-ка поучаствую в прямом большое спасибо мне это очень приятно на самом деле я я как раз вот с этим блогом и начала вот поэтому я сегодня тоже сторис написала я начала им заниматься потому что ну когда сидишь вот сейчас все больше перед компьютером одно дело когда ты сидишь там например на каких-то саммитах там на мероприятиях с коллегами рядом ты это все обсуждаешь ты там саммит это вообще страшная вещь журналисты которые здесь работают меня поймут потому что ты приезжаешь с утра все эти премьеры там президенты и участники саммитов если мы говорим о высоком саммите или там министра если поменьше они проходят мимо тебя ты их послушал может быть даже попытался задать свой вопрос а потом они начинают свое заседание которое полностью закрыто для журналистов и ты просто сидишь вот эти иногда это часы иногда это там до суток доходит ты просто вот сидишь и ждешь когда тебе объявят что окей что-то там решили или кто-то иногда выйдет там представитель какой-нибудь страны или делегации выйдет и начнет на какие-то вопросы отвечать иногда высылают там своего какого-то информатора ну потому что хотят донести свою позицию до СМИ до общественности но большую часть времени ты просто сидишь и там обсуждаешь свежие сплетни обсуждаешь свежие новости не всем не всем нравится а мне на самом деле очень нравится потому что это вот такая смесь представителей вообще со всего мира журналистов и все хотят друг у друга что-то узнать и ты мало что там сплетни собираешь последние новости и так далее но ты так же получаешь штрафтовку этих новостей от представителей других стран поэтому вот это вот и вдруг это все отменяется и там были разговоры что может быть там ну журналистам оставили право передвижения даже на время карантина там локдауна и так далее да но при этом даже там поменять бадж мне нужно было это делается исключительно по заявке предварительной все закрыто никакие саммиты вживую не проходят обсуждался в какой-то момент вопрос что может быть там все-таки пресс-центры оставить открытыми но это оказалось тоже невозможно просто потому что там тысячи журналистов сидят и такого здания нету где там можно полтора метра соблюсти но понятно что и наверное это бы и не сработало все все равно шли друг к другу и никто бы не сидел там на одной точке на протяжении такого длительного времени поэтому тоже вот сидишь перед компьютером все время то есть все свои новости ты сейчас онлайн рассказываешь если например ну практически все да-да то есть конечно там выезжаешь куда-то но даже там со спикером встретиться это практически невозможно потому что ну это же нельзя а потом там все там европарламентарии допустим которые из других стран они у себя в странах сидят они сейчас не приезжают сюда на сессии даже сессии европарламента они тоже проходят онлайн то есть сидит председатель сессии он там какие-то говорит слова а дальше большая часть спикеров выступает все равно с экранчика и журналисты точно так же с экранчика свои вопросы задают все все абсолютно все переехало вот в такую цифровую действительность ну давай вернемся обратно вот в переезд и так далее потому что мы можем да мы можем надолго уйти да то есть ты здесь 2011 года как я поняла да расскажи самый главный вот у меня вопрос интегрировалась ли ты а что ты думаешь вообще о Бельгии возможно здесь интегрироваться и что для этого надо это я вообще не вижу никаких проблем честно скажу я прекрасно отдаю себе отчет что люди все разные у кого-то там получается проще у кого-то сложнее мне вне всякого сомнения было проще чем многим кто переезжает там и начинает жизнь с чистого листа просто потому что я приехала с работой я приехала с работой на работу с целью там у меня был конкретно ну для начала там грубо говоря конкретный список шагов которые я должна предпринять да и опять же вопрос там найти круг общения тоже не стоял потому что сразу идешь на работу и ты сразу там встречаешься с коллегами все примерно в одинаковые обстановки с другой стороны да и язык подвязан чтобы для для networking тебя в принципе думаю без проблем везде да с другой стороны например я была там ну есть такое понятие как тебе естественно известно тем кто отсюда есть такое понятие как брюссельский пузырь это люди которые живут работают в брюсселе вот в евроинститутах и они совершенно не соприкасаются с бельгией как страной с бельгийцами как населением и когда вот ну у меня отвечая на вопрос у меня как бы проблем нету я полностью интегрирована у меня больше часть общения на самом деле здесь это фламандский регион в волонии меньше ну и брюссель да и вот брюссель когда допустим через меня брюссель сталкивается со фландрией у людей из дипломатического корпуса очень часто бывает такое я здесь уже 15 лет я никогда не общался с фламандцем то есть да меня сам это поражало я никого там не обидеть не хочу но просто это вот так вот оно действительно настолько вот дробно это все что да брюссель сам по себе это такой уникальный город который просто ну отделен от и от волонии и и от фландрии как бы хотя это столица фландрии ну да но он действительно настолько отделен что они вон сегодня даже в очередной раз начали обсуждать сделать английский еще одним официальным языком брюсселя конкретно брюссельского региона и уже не первый раз они это обсуждают это наверное очень многое говорит о том какое он отношение имеет к фландрии на самом деле потому что мы знаем как фламандцы к этому относятся ну брюссельцы относятся к фламандцам мы знаем как но не знаю как они будут учить английский еще или нет потому что брюссель не 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 фламандцы не фламандцы брюссельцы а жители брюсселя коренные ну да тут мы можем с тобой глубиться в историю брюсселя поэтому наверное не будем начинать анекдот прочитала совсем недавно во фламандской зоне во фламандском одном деревне такой стоит огромный станд такой вот знаешь плакат и там написано фламандцы в брюсселе вы разговариваете исключительно на своем языке я клянусь это просто ну потому что ну в брюсселе они же не говорят на фламандском ну вообще изначально это было ты знаешь просто не все знают вообще изначально брюссель это был фламандский регион а потом значит пришли вот эти буржуа которые значит оттуда фламандцев вытеснили и сейчас все таки франкоговорящих конечно больше даже вот если взять тот же самый уколь такой любимый нашими соотечественниками потому что там и посольство наше и многие соответственно там тоже да снимают живут раньше это была вообще фламандская говорящая часть а сейчас там я не знаю можно вообще реально ли найти кого-то кто говорит на фламандском все говорят исключительно на французском это конечно такая кровная обида для фламандцев для которых еще раз повторюсь Брюссель все равно остается и в столице как бы там ни было в общем языки языковая тема для Бельгии это да это такая ну да самая больная тема боль ну вот скажи что тебе надо было вот нет наверное дай совет тем кто вот не знаю как тебе сказать задать вопрос что надо для полной интеграции ты считаешь вот для тебя вот ты в Брюсселе быть открытым быть открытым я считаю что нужно я здесь я очень как бы не часто высказываю по таким темам свое мнение но тут скоро у нас такой разговор я все таки скажу я очень не люблю такое явление как чужой монастырь со своим уставом я считаю что если как бы человек приезжает действительно там с целью ну поменять страну например я так понимаю мы о таких случаях об этом конечно конечно если человек приезжает поменять страну то есть это уже не никакой не пузырь не журналистика там иммиграция какая-то то нужно понимать куда ты едешь зачем ты едешь что это за страна и кем ты там как бы готов быть скажем так естественно что это все таки другой менталитет в любом случае что это другие традиции и никто не говорит что от своих надо отказываться но все таки как бы уважать и понимать чужие тоже надо мне кажется это в какой-то степени центральный момент плюс раз у тебя тема заявленного карьера в Бельгии то с точки зрения карьеры к сожалению или к радости я уж не знаю если мы говорим о людях состоявшихся ну не молодежи да которые еще учатся и готовы там искать какие-то варианты для себя новые то наверное нужно быть готовым что возможно придется начинать с нуля или придется вообще менять свою профессию возможно нужно проявить какую-то гибкость в том плане чтобы искать смежные профессии потому что я вот как журналист ну при всех моих талантах вряд ли бы нашла здесь профильную работу если бы я пошла ее искать просто потому что я не носитель языка каким бы блестящим у меня ни был там фламандский или французский или еще какой все равно понятно что в любом случае мне предпочтут ну не ну в любом случае мне предпочтут носители языка это понятно если как бы мы говорим разговор ну с одной стороны если у тебя такой богатый опыт в этой сфере у тебя несколько языков поверь а если ты говоришь на нидерландском английском французском тебя уже с руками оторвут потому что не все хотят мне кажется я своего работодателя люблю я не пробовала не знаю но как мне кажется что на самом деле просто нужно быть готовым к тому что ну может быть ты не можешь сразу перескочить грубо говоря с той же работы на ту же работу я думаю что это немножко утопично если конечно ты не обладаешь там какими-то сверхталантами или может быть профессия какая-то очень востребованная даже медики даже сейчас они все равно должны приехать и подтвердить свой диплом согласны даже не подтвердить я насколько знаю даже они не засчитывают должны доучиваться да доучиваться и там все переучиваться иногда окей давай поговорим о твоей профессии чтобы так расскажи ну ты уже сказала что откуда вообще все твоя идея с самого детства может быть расскажи о плюсах и минусах мне кажется это больше всего вот мне интересно а ты вопросы читаешь да я вот вижу там нет мы вопросы не читаем почему потому что мы не успеем вы задавайте вопросы там есть окошко окошко есть задавайте ваши вопросы мы в конце ответим на все окей потому что мы не успеем читать да да конечно а да расскажи о плюсах и минусах что для тебя только плюсы конечно только плюсы нет тебе надо найти минусы однозначно ну начнем с плюсов ну не я тогда тогда мне пришло в голову значит плюсы 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 детства у меня понятно во первых это большая доступность многого к чему как бы мечтаешь прикоснуться вот так я сформулирую то есть например я пошла в спортивную журналистику будучи большим любителем спорта да и это дало мне возможность посетить олимпийские игры начиная с 2002 года и заканчивая олимпиадой в Сочи там большое количество чемпионатов мира Европы и так далее просто потрясающие воспоминания международные соревнования и так далее потом я приехала сюда допустим вот или какие-то там трагичные вещи как например я отрабатывала ураган в Катрине и там тоже когда все это происходило это ну наверное это может быть не очень правильно говорить так но тем не менее это такие эмоции которые в общем не испытаешь там не прочитывая об этом не смотря репортажи по телевизору не слушая радио это что-то если тебе это в принципе как бы близко знаешь вот нахождение в центре то это конечно то самое и когда я приехала сюда я там стояла на первом своем саммите ими у меня там идут мерки и так далее это для меня тоже было что-то сверх естественно и до сих пор я каждый раз не трогала ником не трогала нет нельзя нет но селфи конечно пилила с этим должна признаться да 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 классно кто ж откажет кто ж естественно это просто такая возможность да вот то есть вот такие вещи ну и потом конечно там путешествия ты видишь столько сколько просто там грубо говоря если ездишь в отпуск ты не увидишь никогда да там большое количество стран мест куда ты может быть а видишь ты как журналист или зависит ну когда хватает когда не хватает но в любом случае даже если ты носишься как колбаса все равно ну там хотя бы из окошка хотя бы там общаясь с людьми вокруг ты как-то это все видишь в любом случае ищешь возможности так что мне очень нравится темп этой работы мне очень нравится то что ну вот как бы мне само по себе близко я даже как-то по-моему в блоге писала что я в принципе графоман по своему настрою мне очень нравится вот это вот писать разбираться там все это как-то подбивать факты друг к другу я по этому и пишу и вот конечно в журналистике я нашла возможность это делать еще и за деньги то есть ты занимаешься тем что тебе нравится то что ты любишь и тебе еще за это платят это же идеально вообще ну да что касается минусов то как бы самый первый самый основной пожалуй который мне приходит в голову это тот факт что ты всегда всегда должен быть на связи ты должен быть доступен для звонка для там необходимости вот прям сейчас выйти в эфир убежать там уехать там например когда случилась трагедия самолет упал и мы сидели в Сипхел в течение трех-четырех дней я туда уехала уехала да я туда уехала я была в гостях лето это было ну тепло было да я туда уехала прямо в белый господи это ерунда это неважно но это просто деталь я туда уехала прямо в белом льняном костюме и учитывая что ты приезжаешь туда и просто ждешь когда кто-то выйдет что-то скажет какие-то новости появятся ты просто сидишь на земле и вот я в этом несчастном костюме значит четыре там дня ночи четыре дня нет ну там с отъездами какими-то за кофе там где-то поспать удалось но тем не менее вот такие моменты успеваешь брать ну когда как были моменты когда я на месте прям покупала зубную щетку но как правило все таки конечно то есть там какие-то такие отъезды они случаются только если что-то произошло вот прям вот внезапно например был когда теракт в Брюсселе а ты тоже естественно да я была так получилось я не знаю я до сих пор не понимаю как это случилось но почему-то я была чуть ли не единственным русскоговорящим журналистом у которого работал телефон если ты помнишь если ты помнишь тогда очень быстро отключили мобильные сети согласна чтобы нигде больше то есть сначала аэропорт потом метро и они просто отключили мобильные сети чтобы не проходил сигнал а у меня он почему-то работал и мне звонили просто я не знаю с какого количества изданий там и каких-то блогов даже уже уже тогда и вообще просто потому что больше никому не могли дозвониться и узнать что вообще здесь происходит вот в таких ситуациях ты действительно там ну грубо говоря где сидел оттуда и побежал и то что у тебя было с собой на место прям ну конечно то ты с собой тащишь но слава богу такие вещи все-таки они как бы случаются ну все равно часто хотелось бы чтобы они вообще не случались но тем не менее это не случаются это факт это просто факт это мне кажется вот это вот это для меня было минусом действительно тебе надо всегда оставаться трезвым ну я сейчас разрежу именно я сейчас разрежу у меня очень хороший очень хороший друг оператор я не буду его называть потому что я не знаю как бы готов ли он чтобы я озвучила это или нет поэтому я не буду называть но он мне рассказывал как раз когда еще мы только обсуждали с ним то что вот я могу тоже уехать в Европу работать а он уже работал в Европе он мне как раз говорил да ты знаешь это вот самая как бы сложная ситуация что ты приходишь к друзьям там какой-то праздник день рождения ты уже сидишь и тут тебе звонят все ну то есть больше больше никаких негативных моментов назвать не могу все остальное исключительно позитивно ну по крайней мере по крайней мере на мой взгляд ну вот вопрос у тебя семья вот то что ты должна уезжать куда-то или вот это мне кажется один очень большой нюанс для тех кто хочет стать журналистами или все-таки для тебя это не не проблема когда у тебя ну каждая семья решает этот вопрос по-своему я знаю как бы ну вернее я не знаю я могу сказать что все кто работает в этой профессии значит как-то этот вопрос решили согласовали действительно да действительно я с тобой согласна что конечно в зависимости от того как ну кого-то там подразумеваешь под семьей кто с тобой находится или не находится это уж я не знаю но конечно такие вещи нужно решать на берегу это факт потому что в какой-то момент это может стать ну серьезной проблемой но ну как бы надо иметь мне кажется что те у кого там например дети мне кажется здесь это не не является такой уж большой проблемой потому что в моем понимании в Бельгии очень как бы в этом плане неплохо организовано я там со всеми разговариваю у кого малыши особенно там с яслями с детскими садами и так далее ну или у кого-то там просто не работает партнер да хорошо тут индивидуальный подход мне кажется ну да в любой другой профессии слушай ну а медики или там да вот согласна согласна да просто мне ты так сказала что тебе надо встал и ушел ну да встал и ушел не ну поэтому поэтому люди как бы решают еще до того как согласиться на какую-то позицию знаешь если ты работаешь по часам офисным ну или даже в журналистике если ты работаешь например на каком-то шоу конкретном ты знаешь в какое время тебя нету в какое время ты в студии включил вот он там сидит все все так так скажи мне о качествах какие качества должны быть у журналиста журналисты вообще понятие понятие очень общее поэтому я буду говорить наверное за за себя да за вас новостную журналистику вот такую которой занимаюсь я я занимаюсь новостями я занимаюсь быстрым реагированием на события и как я сказала некая аналитика уже тому что произошло но все равно это сейчас по крайней мере я работаю не в рамках там шоу грубо говоря я работаю в рамках репортажных ну в основном да иногда конечно более большие формы но это не моя специализация вот для того чтобы быть новостным журналистом нужно на мой взгляд во первых интересоваться той темой за которую ты отвечаешь во вторых быть человеком способным договориться способным расположить чтобы люди хотели давать тебе информацию если мы говорим о журналисте работающем не в родной стране как я то это языки вне всякого сомнения потому что я например очень часто сталкиваюсь с тем что если нужно получить интервью ну каких-то политиков высокого ранга а здесь это я не буду говорить чаще но очень часто люди которые говорят на фламандском языке и они как-то намного легче идут на разговор если ты разговариваешь с ними по-фламандски вот с франкофонами мне кажется как-то так это так ну тоже наверное да что если ты с франкоговорящими договариваешься то тоже им приятнее если ты французским с ним разговариваешь в любом случае они тебе все расскажут они все рассказывают они очень все с кем я общалась были исключительно приятные собеседники вот нет ну вот например я очень хотела в какой-то момент я очень хотела пообщаться с Тео Франкеном когда он был на волне популярности уже пару-тройку лет назад да ой зависла ты или я зависла кто завис так о все ты вернулась в сон вот так да так вот да короче в любом случае с любым собеседником здесь по крайней мере ну и наверное не только здесь ему будет конечно приятнее и интереснее общаться на своем языке поэтому языки знать надо нужно быть готовым минимум сколько языков здесь в Бельгии да все языки то есть это французский нидерландский английский желательно и ну я еще немецкий учитывая что здесь тоже немецкий и русский понятно конечно ну да но мы же говорили не про журналистов в Бельгии мы говорим про журналистов в принципе работающего на новостях там где-то вот то есть языки да и готовность работать ну не побоюсь этого слова в стрессовых ситуациях это касается и непосредственно того события о котором ты рассказываешь это касается и графика в котором ты работаешь и каких-то непредвиденных ситуаций то есть вот эти вот вот такая гибкость она просто необходима тоже есть какие-то там меня например очень так хорошо подкалывала одна коллега с России 24 ведущая когда у меня прямо перед моим выступлением то есть я же стою уже в кадре готова говорить что-то и тут у меня из уха выпал наушник а я без наушника не слышу что она мне говорит и естественно мне пришлось с этим наушником встать обратно и в эфире у них как раз так получилось что вот ведущая объявляет объявляет и тут знаешь откуда-то выныривает Регина это было очень конечно смешно тема была какая-то серьезная ну вот ну как бы ничего встал и дальше начал говорить или у меня один раз камеру сдуло ветром ты можешь держать себя в таких ситуациях спокойно ну а что делать ну а что там тоже с той стороны люди находятся все понимают нет в другой момент у меня как-то ветром камеру сдуло тоже то есть я еще пыталась за ней как-то нырять чтобы там ну чтобы меня было видно пока я говорю но закончилось это все плачевно но там молодцы ребята они быстро среагировали и как-то так это все отключили весь этот позор ты бы еще орала там да ну то есть да вот такие вот вещи тоже бывают не я бы не сдержалась просто я так люблю поржать что я бы не смогла как ты вот ну серьезно хоть все время ну там это это очень важно прямой эфир это ж не инстаграм тут бружи сколько хочешь ну да не не ну то есть то есть вот такие вот мне кажется это так по крайней мере на вскидку но если мы не считаем там образование вот и вот это вот все такие базовые вещи наверное вот вот такое я назову хорошо так на подводные камни тут ты спрашивать нечего у тебя все хорошо все отлично что за интервью то такое а что ты что-то имеешь ввиду под подводными камнями да я что-то короче я переписала вопросы которые я тебе послала и и написала подводные камни но видно забыла вопрос добавить так что про подводные камни не будем ну наверное подводные камни профессии то есть то что ты возможно об этом даже и не догадывалась переезжая сюда переезжая из России как журналист что к чему-то точно не была готова слушай ну скорее даже к каким-то бытовым моментам на самом деле потому что естественно что когда ты переезжаешь на тебя сваливается столько всего нового интересного и порой трудно решаемого что вот эти вот это как-то все пересилит потому что на самом деле вот кто бы что-то не говорил на мой взгляд с точки зрения там работы отношений и так далее в Брюсселе все организовано достаточно четко то есть ну у меня по крайней мере никаких там вопросов не возникло меня очень хорошо направляли куда идти там кому обращаться и кстати никому совершенно не было интересно там какой у меня паспорт что из России и все все очень очень вообще нормально хорошо мило и спасибо им большое тоже а вот что касается бытовых нюансов то есть когда мне например сказали что чтобы подключить интернет нужно сделать заявку и потом ждать месяц вот это к этому я была совершенно не готова то есть я как-то так приехала из Москвы я была уверена что сейчас я приеду и все вопросы решатся ну они так конечно и решились потому что у риэлтора который мне квартиру сдавала у него сын занимался интернетом и он мне за там какую-то вяточку небольшую благодарность поставил все примерно в тот же самый день но тем не менее вот такие вещи конечно они как-то это я привела пример что мне первое в голову пришло я приехала с одной спортивной сумкой в которой там лежали вещи то есть я ехала там вылетала вроде было тепло а прилетела октябрь был а прилетела а на следующий день опять холодрыга началась а у меня одна вот одна сумка была и мне нужно было сразу как-то разобраться где там идти там барахло какое-то покупать я спала там я на полу и вот эти вот все моменты они как-то так отрезвляли немножко бодрили а что делать на полу спала ну потому что я нашла квартиру она же пустая а ну да в Бельгии да у нас пустые конечно вот то есть понимаешь то есть вот эти вот все вещи ну может быть не может быть совершенно точно это тоже мой в какой-то степени прокол потому что я к этому просто как-то я об этом не подумала то есть я вижу там по форумам народ переезжает пишет вот мы там через два месяца переезжаем мы сейчас там уже ищем знакомых каких-то там узнаем и они молодцы они делают все правильно я этого совершенно не сделала и в итоге вот да вынуждена была ну с другой стороны я приехала одна мне каких-то там проблем не создавала поэтому окей ну поспала на полу там поехала потом в Икею прошу прощения сгубилась какими-то там вещами арендовала машину на один день в общем все окей было вау то есть чисто бытовые вопросы да пришлось привыкать разбираться в как ну тоже решаемо по стране да но все решаемо если как бы активный человек да не беспокойтесь все будет записью даже если опоздали так что смотрим до конца там мы еще будем много чего обсуждать так я хотела тебе задать легко ли было найти работу но как бы ты ее уже нашла ну это может да я с ней приехала да а вот если ты не ну ладно мы же не будем обсуждать на если кабы так дай-ка дай советы начинающим журналистам вот какие бы ты советы дала бы себе наверное когда ты начинала хотя ты начинала делать все так же как я сделала слушай нет на самом деле главный главный ну я не собираюсь там ни в коем случае поступать каким-то гуру я еще все-таки молодая красиво но я так думаю что самое главное это прям вот я убеждаюсь в этом всегда что самое главное делать то что тебе нравится потому что все таки любая профессия я тут не не собираюсь там свою профессию как-то выпячивать любая профессия журналистка в том числе она занимает такое большое количество твоего времени она занимает все твои мысли ну не все конечно но очень много ты не можешь ее оставить на работе уходя с работы поэтому это не всякого сомнения в идеале конечно должно быть что то что тебе нравится и я убеждена что если ты занимаешься действительно тем что тебе нравится и делаешь это с душой то в любом случае это ну в конечном итоге приведет тебя туда куда ты хочешь попасть главное понимать куда ты хочешь попасть вот это пожалуй основной вопрос и если мы говорим о молодежи который начинает да то есть там либо собирается учиться либо уже учится то я всегда вообще с уважением с большим отношусь к тем людям которые приходят и стажируются я сама еще начинала с монтажа пленки ножницами ого то есть я еще да я еще занималась этим и это была ювелирная совершенно работа потому что были такие большие большие вот такие катушки на которых записывается это радио записывался звук ты сначала записываешь его на аудиокассету потом ты его переписываешь на специальном автоматике на вот эту катушку называлась бабушка и потом у тебя такой автомат стоит но он как очень большой письменный стол и у тебя с одной стороны значит твоя бабушка с записью а с другой стороны новая на которую ты должен смонтированный звук отправить и ты стоишь и вот так вот руками это тянешь и прослушиваешь звук чтобы значит отрезать там где человек оговорился там или что-то потом значит его оговорку вырезаешь и потом пластырем специальным ты это склеиваешь и вот так это потом шло в эфир то есть это это просто это ну я я об этом вспоминаю вообще с такой теплотой потому что вот ты когда вот это все прошел ты вот это вот все знаешь ты потом как-то иначе может быть даже и работу свою делаешь ты понимаешь уже как тебе лучше записать как тебе лучше там все это сделать чтобы не да вот эти слова не хватило с дополнительным времени знаешь вот да вот это вот допустим и я не говорю что нужно там молодежь приходить на бабушки монтировать ты опять немножко зависла Регина ты зависла или я зависла кто завис из нас подскажите кто там смотрит нас Регина ты зависла у меня напишите пожалуйста в комментариях кто завис я или Регина у меня Регина зависла все ее выкинула так да подождем тогда да жалко она зависла и убежала ее выбросила а вот сейчас она ушла я не пойму просто куда а а вот а а а а а спасибо что с нами какой интересный прямой эфир не ты вернулась я отключила вай-пай я конечно ты решила экономить нет что-то он у меня не тянет но бывает такое это такие прямые эфиры у меня такие знаешь такие взрывные да я не первая я не первая не первая ой пардон 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 так давай уже о короне все если давайте посмотрим если вопросы я сейчас вот быстро посмотрю давай не было ли желания вернуться обратно в россию было конечно было с точки зрения друзья родные вот мы подумали что регине позвонили она ушла не я как раз на этом же телефоне друзья родные вот это вот все иногда ну не серьезные честно скажу то есть я понимаю что как бы ты как ну как я уже говорила раньше там если ты принял решение да то ты я вообще в этом смысле я очень такой спокойно я даже не в этом смысле я такой вот в этом смысле меня не любят некоторые что я прям такой вот педантичный человек что если я там например сказала что я буду там в девять часов и три минуты то я обязательно буду в девять часов и три минуты и вот некоторых это конечно бесит именно ты как европейка это супер потому что русский честно говоря всегда опаздывает ну не 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 русский но вот я заметила даже с собой за кем это я вижу даже с кем я общаюсь с профессиональными мастерами они тоже говорят так следующий вопрос уйдет ли бенге снова в локдаун это мы сейчас позже обсудим Регина расскажи про свою семью муж детек все хотя бы такое я не рассказываю или пардон я я просто не не выношу такие вещи на мистерии хорошо так давай в плане зарплаты вот так что то в плане зарплаты я видела этот вопрос сильно ли обещается зарплата да от местных мне очень сложно на самом деле говорить об этом потому что никто здесь зарплату не не раскрывает это такая более-менее закрытая информация но я могу сказать так что есть платформа если вот говорить о журналистике я насколько понимаю она на самом деле к любой профессии относится есть специальная платформа для фрилансеров где можно проверить сколько ты стоишь то есть там просто задаешь ну там образование график и так далее и тебе выдает твою стоимость я делала не помню ну для журналистов например я смотрела да на сайте именно фрилансеров но есть такое вообще для любой профессии совершенно точно я к сожалению тебе адрес не назову но я могу потом найти ну на память конечно не назову но можно совершенно точно провести симуляцию по любой профессии ну да вот и потому что мы этим развлекались тоже смотрели и я смотрела по журналистам конкретно и я могу сказать что в целом уровень на самом деле более-менее сопоставимый учитывая налоги то есть если посчитать вот за уже после удаления ну удаления налогов то зарплаты в России какие я знаю и зарплаты здесь они ну так конечно со скидкой там на стоимость жизни и так далее но по-моему примерно так более-менее уровень одинаковый хотя с другой стороны я прекрасно понимаю что шкала очень разная я имею в виду что ты можешь работать за очень маленькую зарплату ты можешь работать за очень высокую зарплату и тут и там и это конечно обсуждение индивидуального характера всегда происходит у меня сразу возник вопрос качество работы в плане тебе больше нравилось работать в России или все-таки тебе что-то здесь ну больше нравится работать не говори мне здесь больше нравится одно простое это конечно сейчас прозвучит очень иронично в свете последних событий но мне здесь очень нравится доступность всего я имею ввиду расстояние конечно то есть во-первых я в Москве жила в Перово офис у нас находится на улице Тимского поля это для тех кто из Москвы знает что это очень привличное такое расстояние по московским меркам нет конечно но это для меня было полтора часа даже чуть побольше в одну сторону каждый день ну вот если я должна быть в офисе на машине или на метро на метро на метро и на машине ты еще дольше конечно и и вот эти вот три часа которые ты тратишь только на транспорт ежедневно и это когда я переехала сюда и у меня до центра пешком было там идти 30-40 минут ну отовсюду в общем-то да я просто поняла что у меня вдруг образовалось такая просто такое количество времени дополнительно это у меня прям шокировало поначалу я даже не знала куда его девать и и конечно доступность тоже в смысле ну чисто по работе да то есть страны рядом находятся там сел на машину если надо и доехал в Голландию доехал в Германию это тоже конечно очень здорово потому что я достаточно давно уже специализировалась по там и даже в спорте по международным событиям и каждый раз ты летишь а здесь ты просто вот едешь рядом это здорово это очень удобно в остальном же в принципе ну учитывая что опять же я работаю на ту же самую компанию у меня как все было прекрасно так и есть прекрасно ну супер так давай уже начнем обсуждать нашу ой что столько вопросов так ну в плане заплаты девочки вы обе классные без вопроса спасибо почему я не могу напрямую комментировать как бы что комментировать Сурья не знаю таки комментировать можете под комментарии так давайте начнем уже обсуждать корону потому что время как бы уже смотрю ой 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 так скажи нам да что у нас тут я короче тоже что-то читаю давай обсудим паспорта что-то я уже слышала что они уже все-таки почти приняли решение там учитывая что был вопрос я предлагаю сейчас сделать небольшой крен потому что ты просто уже сказала что мы скажем про локдаун давай да про локдаун кстати я что-то думаю что будет да что будет я сейчас читала не знаю это успела или нет буквально только что появилась очередная публикация о том что завтра наш кризисный комитет будет решать и они в общем хотят решить закрыть все магазины опять маски для детей от десяти лет ввести систему тестирования для детей да с какими они так я даже не успела еще прочитать ну это это пока предложение которые да которые они завтра могут так сказать такую рекомендацию и вот подобные вещи плюс добавят еще дистанционки школьникам ну и студентам соответственно по моему на неделю продлят если это не новый локдаун то не знаю что это причем мы встречались с подругой недавно на прошлой неделе одного же можно и вот мы наконец встретились давно хотели давно договаривались и мы долго думали а что собственно можно сделать дождь и в общем никуда не пойти кофе не попить в магазин мы пошли в магазин в торговый центр мы два часа ходили просто так по торговому центру вокруг эскалатора мужчины эти охранники очень подозрительно на нас смотрели что мы тут вообще выхаживаем ну ничего не покупали ну как бы вариантов не было потом мы все-таки взяли попытались взять там какую-то еду на вынос ну как бы сесть прямо перед этими охранниками было как-то вроде неудобно поэтому мы вышли на улицу и обнаружили что мы не самые умные там значит все все ступеньки были застит на земле народ сидел то есть такая ресторация была теперь еще это закроют я думаю что на вынос не закроют или ты думаешь все-таки могут закрыть так если торговый центр то закроют не на вынос еду оставят конечно но на ступеньках торгового центра уже не посидишь если закроют девушка там саша задавала вопрос в какой-то фирме работаешь я не знаю хочешь ты озвучивать а даже сказала ВГТРК так насчет этого ужасного локдауна и плохих новостей честно вот что меня достало вот реально ты только вот выходишь вот я только недавно снимала позитивные новости ты закончишь без позитивной новости еще ничего из этого позитивного не случилось и уже опять негативные новости мне снимать ну грусть печаль ну ладно ну короче ждем завтра насчет паспортов то есть ты думаешь что Хорику все-таки не откроют как и я предполагаю я честно говоря сомневаюсь в этом очень сильно действительно да потому что ну они же так еще и когда объявили эту дату 1 мая они очень так это витиевато сделали в том смысле что это не гарантия что правда 1 мая разрешат открыться но это просто некая дата чтобы у людей которые заняты в этом секторе было понимание что вроде как есть свет в конце тоннеля но они уже тогда сказали что они это еще будут пересматривать ну в принципе время еще конечно есть то есть сейчас это все делается с формулировкой дабы после каникул вот пасхальных ситуация не не обострилась не знаю но вот сегодня уже Франция опять ну де-факто в общем ушла опять в локдаун да там Германия тоже говорит что они уже на третьей волне они никуда и не выходили в принципе более-менее вот поэтому не знаю хотелось бы верить что все таки по крайней мере верандам вот террасам бы разрешили открыться потому что я действительно тоже из тех людей которые считают что это все равно правильнее и безопаснее даже вот если руководствуется логикой которую озвучивает правительство да это все равно будет правильнее потому что одно дело люди сидят на ступеньках и они сидят друг у друга на голове они все равно будут сидеть правильно поэтому логично разрешить им открыть свои веранды где они смогут поставить там свои стулья на правильном расстоянии и так далее и люди будут сидеть на правильном расстоянии так начнется май люди все равно будут сидеть на улицах кто бы что бы им не говорил мы же видели как вот эти вот несколько дней жара была да и все парки были полные да потому что у многих людей закроют парки, но и найдут другие места, где сидеть. Ну, конечно, конечно. Пока нас всех не закроют в домах, но я говорю, не у всех есть террасы. Мы переехали, да. В прошлом году у нас не было террасы в прошлом доме. Там было плюс 30. Так, это у меня так микрофон? У меня микрофона теперь нет, я его сняла. Потому что у меня так двойной звук. А что ты его сняла? А потому что у меня наушники почти... Я не знаю, за чего у меня зависало, а вдруг это они виноваты. Так, давай сейчас насчет этого паспорта. Слушай, ну, мне ничего не показывает, поэтому возможно полтора часа у нас есть. Шутка. Я как понимаю, что... Да, я поняла, что это... Уже поступил этот вопрос, уже, как бы я читала, что к концу сезона, ближе к лету. Ну, считается, к началу сезона, да. Ну, это такая... К началу, к концу. Да. Ну, то есть они... Действительно, Еврокомиссия, да, она, значит, уже этот проект опубликовала. Кстати, вот сегодня она его еще и опубликовала. Вчера представила, сегодня опубликовала. У них идея в том, что это поможет восстановить возможность свободного передвижения европейцам. И этот паспорт, так называемый, это будет некий документ, судя по всему, это будет модульное приложение, да, вот мы рассказывали. Но физических деталей еще, в принципе, там нету. Но это будет некая информация о том, что ты либо переболел, у тебя там достаточное количество антител, либо ты привился, либо ты сдал тест, и он негативный. То есть, в принципе, это мало что меняет по сравнению с тем, как сейчас люди летают уже. В общем, да. Бактин все равно нету. Да. Ну, единственный, конечно, нюанс заключается, ну, как обычно, в количестве там тестов. Например, вот если мы про Бельгию говорим, мы же понимаем, что опять возникнет проблема, что недостаточно, не хватает, когда все захотят полететь в отпуск. Сразу возникнет вопрос недостатка тестов, как он был уже. Потом, как здесь говорят, например, возникнет проблема того, что нигде сейчас невозможно взять историю того, что ты действительно переболел. То есть, нет никакой единой базы. То есть, человек может там, наверное, пойти куда-то, где-то взять какую-то бумажку, но и куда он эту бумажку потом. То есть, вот как это технически будет происходить, тоже никому непонятно пока что. Есть еще такой нюанс, что, с одной стороны, в этом паспорте он получил зеленый сертификат. В этом зеленом сертификате там, значит, предполагается, что будет также объединенная информация, какую вакцину признавать. Нам это интересно, ну вот, у кого там связи с Москвой, с Россией, с точки зрения спутника, да. Но, с другой стороны, Еврокомиссия сама же говорит о том, что, в принципе, какую вакцину использовать, какую признавать, это будет вопрос национальным правительствам. И, допустим, если сейчас Венгрия объективно говорит, что мы используем спутник, поэтому мы признаем спутник, а какая-то другая страна скажет, что мы вот категорически против, то это никак не бьется, они не смогут договориться о едином образце этого паспорта. И вот это вот все приводит к последнему, и, пожалуй, главному моменту, Брюсселе, как столице Евросоюза. Никогда, вот еще пока что ни разу не было такого случая, чтобы столь быстро, за три месяца, какой-то законный проект стал действительно законом. Здесь же они говорят о том, что, во-первых, это все будет проработано на всех этапах, и, во-вторых, принято всеми столицами. Это выглядит несколько утопично, но я лично думаю, что в какой-то момент просто будет взят за основу образец того, что уже существует. А уже существует, например, Австрия уже в апреле у себя будет вводить такие же сертификаты для собственного пользования. То есть у них там можно будет пойти в ресторан, у них там можно будет пойти на концерт просто вот с таким паспортом. То есть полная дискриминация. Мы сразу будем видеть, кто привит в ресторанах. Ну, да и нет. Это тоже один момент, который тоже вот очень активно обсуждается, именно, да, что дискриминационно это или нет. То есть с одной стороны, как бы если тебе дается выбор, что ты можешь просто сдать тест или там привиться, ну, наверное... Тест только, да, да. Да, то есть это как бы... Но вот именно вопрос того, что, может быть, ты не хочешь такую информацию никому предоставлять? Может быть, ну, для тебя это какая-то там... Может, ты боишься, что тебя и украдут с телефона? Я не знаю. Ну, как бы люди очень так щепетильно относятся к вопросам данных о своем здоровье. Ну, а что ты сделал, например? Ну, 150 раз люди тесты сдают, особенно медсестры. Это что, перед каждым походом в ресторан нам надо снимать, сделать тест? Ну, не перед каждым, но он будет действительно сколько там? 72 часа. А, все-таки. Да. А вот мне интересно, вот смотри, ты взял этот тест... Это питается, сколько это денег? Ужас. Ну, вот так вот, вот эти завезли тесты, типа, пробные или в Лидле, где они завезли, в Германию. Да, их же разобрали прям вообще сразу, ничего не осталось. Да ты что? Я думала, люди не будут... А, все-таки хотят в ресторан. Ну, там очень быстро. Ну, ты что? Я разговаривала с коллегой в Великобритании, у нее дочь средняя, по нашим меркам школа. Они сидели с октября дома запертые, и вот только теперь вернулись в школу, и перед тем, как идти в школу, она должна сама перед зеркальцем делать экспресс-тест, чтобы... Засовывать палку. Я не знаю, как он работает, не думаю. Мне кажется, это... На слюну, кажется, да? Мне кажется, да, это на слюну. Ну, вот так. И вот у меня, знаешь, как бы мне кто-то навеял вопрос этот. Если они делают столько тестов, и сейчас вот эти экспресс-тесты слюной, они проверяют, это же тоже ДНК, который там лазит палкой. Ну, то есть, вот не все к этому относятся, то есть, кому-то это, ну, как бы, проблем нет, да? А кто-то к этому относится, ну, как-то очень щепетильно, допустим. И человек имеет на это право, вот в чем дело. Да, 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 да. То, что, честно, я тоже... впечатления, это действительно вызывает много вопросов. И еще есть, конечно, очень такой важный, на мой взгляд, нюанс, что если действительно сейчас будет там какое-то решение принято касательно тестирования детей, я думаю, что это вообще будет очень-очень такой серьезный вопрос в обществе. Ну, я не знаю, действительно ли многие согласятся вот как-то своих детей постоянно предоставлять. Я как-то не уверена. То есть, вот эти и вот эти вот все темы, теперь возвращаясь к изначальному вопросу, вот эти все темы и плюс еще, конечно же, большое количество других тем, сомнений и споров, им предстоит обсудить, договориться всем 27 странам, потому что нужно принять решение консенсусом, и когда они это решение приняли, то они начинают разрабатывать, соответственно, какую-то техническую базу, и потом еще это должно быть введено в действие на территории каждой страны Евросоюза. Мне представляется, что на конечном этапе это будет просто вот сейчас уже там кто-то, по-моему, если я не ошибаюсь, Исландия сегодня уже, сегодня границы уже открыла для туризма. Ну, это не ЕС, но тем не менее. Там Кипр открывает, Греция открывает. Ну, окей, собственно. Хоть кто-то нас... Я бы с удовольствием подгоняла. Только там говорят очень трудно. Во-первых, это дорого, а во-вторых, ну, блин, хочется солнца уже. Ну, это уже другой вопрос. Ну, вот, то есть, ладно, вот потом Греция, потом Кипр, потом Испания, потом Португалия. Португалия, это только кого я вот сейчас разом вспомнила, вот они все уже сказали там и даты, когда они готовы открыться, когда они открываются. То есть, им совершенно очевидно, они как бы не ждут там, сможет, не сможет Еврокомиссия вот это все реализовать. Они просто будут делать, как они считают нужным. Поэтому, когда Еврокомиссия наконец, значит, свой этот паспорт введет, он либо будет формальным каким-то, либо просто для этого не дойдет, потому что уже к этому моменту будет отработан какой-то вариант и без этого. Я так думаю. Да, я, честно, вот, знаешь, живу там, всегда себя мотивирую быть позитивной, всегда вот у меня прям горит, как говорится. Ну, как только я вижу вот эти все, вот эти все желания закрыть опять школы, тестирование, мне, конечно, знаешь, что меня больше всего бесит? Это то, что сейчас все, кто живет в России, тыкает в меня лично, вот, не миляющий, но вот иногда периодически мне поступают такие вот сообщения, что вы свои, Европе, марионетки, да вас всех таскают за волосы, да вообще тут. Вот это, мне знаешь... Да, позитивная публика, я смотрю. Есть такие, да, которые... Мне, знаешь, вот постоянно приходится держать в руках, потому что, ну, я живу здесь, я как бы не могу обсирать Европу, Бельгию, потому что я люблю. Я не могу так же России, вот как многие есть люди, которые так рады, что здесь так у нас все плохо, наконец-то в Европе. Любой, больше. Да, я не знаю, здесь, наверное, я понимаю, с одной стороны уже, откуда войны, потому что вот эта ситуация, честно, я не знаю, как люди сейчас вообще все у нас живут, я тоже держусь на последних силах, но верю, что когда-то все-таки это прекратится. Как ты, ты же читаешь эти новости каждый день, как ты вообще, к этому всему абстрагируешься вообще? Или тебе, ну, как бы, тебе как журналист это твоя работа, а как маме, как человеку-жителю? Слушай, как... Ой, ты опять застраховала. Не-не, пардон, это я, я что-то нажала, все застраховала. Как журналисту, как журналисту, мне это, как любая другая информация, это, наверное, некая, как, что называется, профдеформация, да, ты просто смотришь на эти новости, ты их там перевариваешь, ты их перерабатываешь, но ты их не очень сильно чувствуешь. как человеку, который здесь живет. Я, честно говоря, стараюсь себя не накручивать, потому что, ну, а смысл? Я, я так, я с самого начала, как, в общем, заняла позицию, что, что я здесь могу? Да, мне кажется, мы все деньги. Я не пойду, слушай, это постоянный там предмет войн там на всех форумах и так далее, но я, например, не разделяю позицию, что надо выйти на площадь, там протестовать, протестовать против чего, но это мы видим, как там все протестуют, да, и, в общем, что это дает, ничего это не дает. Говорить там о том, что нужно там идти, я не знаю, биться головой об угол, я тоже, ну, ничего. Я стараюсь как-то иначе использовать время просто, которое сейчас вдруг образовывается. Не, ну, конечно, скучаешь там по каким-то моментам, это понятно, по там, свободам, по возможностям, естественно, я нормальный человек, я тоже вижу очень много нестыковок, я о них пишу тоже активно, нестыковок, нелогичностей, иногда прям даже подбешиваюсь, когда вижу там в очередной раз, что вот сейчас, как с этими масками, господи, вот мы, значит, пришлем, сразу убедить. Но маски, это же вообще притча во языцах, я даже не говорю о тех масках, которые там сожгли. Я когда узнала, когда я узнала про сожженные маски, я об этом не знала. Когда я узнала, я пришла в дикий шок, потому что я верила этой доброй душе. Не, ну, это просто какой-то нонсенс, я до сих пор не могу понять, самое интересное, этого никто не объяснил, как у маски может выйти срок годности. Я вот, что с ней случилось с этой маской? Вот она что бы... Ну, ладно. Хорошо. Но я про другие маски. Я же про маски, которые вот присылали тут всем вот эти с фильтрами, которые... Да-да-да, травленные. Кому, да, кому как повезло. У нас они еще вот такого размера были. Это даже в прессу попало. Они реально вот такие вот огромные, что у меня от бровей вот досюда заканчивалась эта маска. Но я, в принципе, реально так не ходила по дороге этой маски. Как бы, а что, какую дали, такой хожу? Вот. И теперь вдруг выясняется, что там, значит, ионы какие-то, какие-то непонятные. А, да, кстати, завтра они решат, что будет принято решение о том, что нужно... Маски не носить? Респираторы нужно будет... Да, нужно будет вот эти респираторы, по-моему, ФФП-2 в определенных зонах только их. То есть, если раньше ты, например, могла в клинику пойти только в хирург... Ну, сначала в любой, потом в хирургической маске, а завтра они могут решить, что только в респираторе. Где этот респиратор, брать, я понятия не имею, потому что я последние там три купила в строительном магазине, и с тех пор я их тут не видела нигде. То есть, я не знаю, что будут на входе продавать респираторы, но этот респиратор это уже не маска. Они маски-то за 2 евро продают, а респиратор, что я буду 7 евро продать? Ну, я не знаю, как это будет происходить. Но это мы завтра все посмотрим. Вот это я не слышала. Это они завтра могут решить. Это вот одно из предложений. Это как в Германии, там тоже на общественном транспорте тоже они все эти предложили. А в Чехии две хирургические. И вот меня интересует, проверяют две? Ну, то есть, вот когда я такие вещи вижу, я, честно говоря, то есть, я всегда стараюсь все более-менее нейтрально воспринимать новости, но, конечно, вот такие вещи... Я не знаю, это противогаз. Ну, вот да. То есть, это полностью началось с того, что присылали, я не знаю, тебе присылали, нет, мне прислали в почтовый ящик памятку, как сшить маску самому на швейной машинке. И все сидели, еще это была прям такая... Прям такая... Последние трусы отдавали, понимаешь? Да, да, я сижу дома, я не хожу никуда, я шью эти маски, там всем, значит, своим соседям маски сшила, там еще кому маски сшила. И сейчас эта тетя несчастная, которая никуда не ходила, эти маски сшила, вдруг узнает, что она там людей потравила, потому что это неправильные маски. Ну, мне кажется, мы вышли из какого-то... Выходим все в маразм, в маразм, который вот, знаешь, идет вот, мы нормальные люди, и мы понимаем, что это ненормально, и мы себя уговариваем. Не, ну, Кима, мы еще потерпим. Слушай, с этой идеей я уже рассталась, я как раз тоже, я не помню, с кем-то вчера вот как раз тоже мы общались, и просто мы, в общем, пришли к выводу, что, ну, у нас просто лекалы немножко ратные, то есть для нас это, ну, выглядит как паразм, как ты выражаешься, для других, может быть, нет. Понимаете, я вот сегодня, я сегодня сижу и смотрю вот этот брифинг по Астразеннику, да? Да, вот мы знаем, да, мы знаем, значит, ситуацию, что вот там такое количество людей госпитализировано, там есть тяжелые, есть смерти, там, ну, кстати говоря, выясняется, что это молодые женщины в основном, в районе 30, лет, да, как они вот сегодня сказали, да, что вот этой проблемой подвержены в основном молодые женщины, в районе 30 лет, и вот она, то есть она начинает, ну, как бы СМИ уже это подогрели же заранее, все, там все одобрят, очень, очень маловероятно, что не одобрят, значит, будет дальше применяться это Астразенника, окей, а потом, значит, сначала выступала женщина, которая является, ну, руководителем, а потом выступала специалист именно научного отдела, и она начинает говорить, что да, мы, значит, изучили эти случаи, вот мы действительно зафиксировали, что очень сгущается кровь, ведущая к головному мозгу, и мы понимаем, что это повышенное количество таких случаев в группе людей, получивших прививку, но, тем не менее, у нас сейчас мало статистики, поэтому мы не можем сказать, что действительно это связано с вакциной, мы продолжим наблюдать, а пока что, значит, мы просто рекомендуем, помогу вписать, что, получив такую прививку, вы можете стать жертвой вот этих вот побочных эффектов. Я напомнила, это реально русскую рулетку. Ну, в какой-то степени. Вот реально ты... Британско-светскую. Ну да, потому что у тебя нет выбора, как бы здесь. Именно, и тут я слушаю этого мужчину, который, там, руководитель из Антверпена, из центра, да, из медицинского, и он дает интервью на радио, он говорит, уважаемые граждане, поймите, нет смысла отказываться от прививки. У нас, он говорит, такое количество людей, которые теперь в приглашении не пишут, какую вакцину планируют применять. Люди приезжают, они видят, что это астрозеник, они отказываются. Он говорит, вы поймите, этого не имеет смысла, потому что в следующий раз вы получите приглашение, через какое-то время приедете, будет опять астрозеник, а выбирать вы не сможете. И у меня вот эта вот фраза, выбирать вы не сможете, опять же, я вспоминаю, что в начале-то они говорили, что у каждого будет право выбрать. А тут сейчас уже вот так. Не было никогда. Нет, они сам в начале. Было, было? Они, насколько я помню, они сам в начале сказали. Да? Это было объяснение, почему они предзаказывают такое, смотри, в Евросоюзе население, я прошу прощения, полмиллиарда людей, да, плюс-минус, они только астрозенека предзаказали 400 миллионов доз. В Евросоюзе? В Евросоюзе. Евросоюз, да. То есть это на взрослое население уже достаточно. Но у нас же еще предзаказные, одобренные Модерна, Джонсон и Джонсон, и Пфайзер, конечно же, плюс предзаказы, это еще Санофи, Ковакс и так далее. Там же большое количество предзаказных и предоплаченных вакцин. На них потрачены миллиарды евро. И когда логичный вопрос, а, контракты-то все засекречены, их же никто не видел. И когда задавался вполне логичный вопрос, куда столько, это же, ну, в конце концов, очень большие бюджеты. Вот тогда и было, как бы, ну как, можно будет выбирать, можно будет то и это. То есть был какой-то, я даже вот, честно, это пропустила, может, но тебе источник сам извесил. Потому что... Ну да, нет, вот эти вот вещи, они, да, они слишком уж прям режут глаз. Да, и то, что 60% всего лишь... Ну как бы, то есть, вот очень многие люди, я знаю, там, те, которые не являются, там, активными противниками прививок, они не делают прививки от гриппа, да, потому что, ну, далеко не кажется, их легко переносит. Кому-то там это действительно комарик клюнуло, а кто-то лежит, болеет по нескольку дней. Я знаю взрослых людей, которые, ну, вот так тяжело их переносят. Они просто не делают эту прививку, потому что они так и думают, окей, либо я, ну, буду болеть, когда я заболею, либо я переболею с этой вакциной, какая мне разница. И здесь нам, в принципе, ну, то же самое предлагается, что человек, значит, сделать вакцинацию препаратом, который тоже достаточно тяжело переносится, и потом у него всего 60% на то, что он не заболеет, а без него нет, ну, а без него у него 50%, что он не заболеет. Ну, я не знаю. Но то же самое, что они говорят, что последствий от короны намного больше. И вот тут опять, знаешь, а вдруг у меня не больше последствий? Ведь некоторые переносят спокойно. Ну, как мне кажется, самый основной ответ на все вот эти споры, которые мы на протяжении уже там столько времени ведем со всеми, он на самом деле совершенно очевидный. Пока что никто не знает достаточно, чтобы там делать какие-то там серьезные утверждения, да. То есть они... Да, они сами говорят, что мы ни о вакцине не знаем, ни о вирусе самом, ни то, ни это. Мы просто этого не знаем. И... Что тут скажешь? Ну, нам нужно вот срочно... Я понимаю, что я иногда как бы сижу упражняюсь в голове там, а что они вот, например, могут сделать. Ну, как бы на мой... Вообще там я никто в этом вопросе, но чисто теоретически, на мой личный взгляд, как бы была уже сделана ошибка вот с этими предзаказами, потому что, ну, сейчас Италия строит там спутник производить, да. И я думаю, что... Я даже уверена, что они там этому очень рады, потому что теперь это уже там и доказанный факт со всех сторон, что у него и эффективность выше, и, по крайней мере, я не видела ничего там вот про такие побочные эффекты. А уж я убеждена, если бы они действительно были, то мы бы об этом прочли здесь бы. Это как-то было бы. А ведь ее прививают уже и в Европе тоже. Просто я недавно репортаж смотрела про спутник, но это был репортаж от серии Навальный. Нет, это был дождь. Я не знаю, ты смотришь дождь, и вот они рассказывали о том, что всего там 2% россиян привились, и уже столько, в принципе, существует спутник, и все равно еще недостаточно. То есть это что, не хотят или? Не хотят, не видят, что президент привился. Ну, такая как бы... Но это не говорит о том, что даже если предположить, допустим, то есть что... Возможно, недостаточно вакцин там. Ну, хорошо, но это не опровергает тот факт, что у него высокая эффективность, и он безопасный. То есть, ну, там все так... Я просто не читаю. Я просто говорю о том, что там, допустим, если бы Евросоюз не сделал такое большое количество предзаказов, например, Астрозенеке конкретно, то он бы сейчас ее не пихал бы просто всем. Я так... Ну, он ее и получил-то немного, но сейчас вот ее в Папуа, в Новую Гнебенею могут отправить, потому что там вот Австралия сегодня попросила прислать им, по-моему, миллион доз, или что-то в этом роде, не помню сколько, честно, не врать не буду, попросила прислать какое-то количество доз, потому что там у них ситуация плохая, они сами ничего не купили, денег у них нет, поэтому давайте пришлите нашему соседу. Австралия оплатила. Потом они сделали эту программу помощи третьим странам, то есть странам, которые не могут сами ничего заказать, здесь ситуация плохая, у них нет доступа к вакцинам, вот они тоже туда, этого Астрозенеку шлют. Мне кажется, что это, ну как бы там, допустим, евро, я понимаю, я углубляюсь сейчас в такие, в общем, детали, но просто уж просто закончили. Нет, я просто, да, да. Там, допустим, Фонтерляйн, который президент Еврокомиссии на брифинге говорит, мы не понимаем, почему Россия еще не привела все свое население, уже предлагает другим вакцину, но тогда я не понимаю, почему Евросоюз, тут все орут, что у вас идет так медленно кампания по вакцинации, вы никак не можете разобраться, кому что дать и сколько вакцины, деретесь за него и отправляете туда. То есть, ну, как-то это, понимаешь, это вот к нашему разговору о поиске логики. Слишком уж это все вот белыми нитками. И когда ты вот это вот наблюдаешь, ты как-то не очень веришь в эти слова все. Это дело тоже не важнее. Здесь надо реально фильтровать абсолютно все. А тебе-то так близко стоишь ко всему этому, потому что твоя работа все-таки. И респект, что ты еще на позитиве и веришь, веришь еще во что-то. Ты еще веришь? Да, да, я, конечно, человек убеждений. Я тут еще поступил вопрос... Ого, сколько вопросов. Девочки, мы будем закругляться. Так, у девочки... А, это еще было уже. А, нет, это все. А, ну вот, Валерия написала, что уже прислали письма, что пятый и шестый класс с понедельника идут в масках. То есть, детки уже с 10 лет, да, уже... Кошмар. Ну, пример. Прямой эфир мы будем закруглять уже полтора часа. Да? Ой, да, надо. Тема. Надо расходиться. Тема, конечно, да. А я потом эти комментарии смогу почитать? Потому что я смотрю там интересные всякие комментарии. Они же потом где-то останутся или нет? Они не остаются здесь. Ты можешь прокрутить, но я говорю, все вопросы вы можете написать в комментариях. это просто времени, не хватит все читать. Я не могу, как бы, тебя одну оставить в моем блоге. Не-не. Читай. Все, спасибо большое, что была здесь. Что, блин, так классно поболтали, все обсудили. Обратно. Я думаю, что этот прямой эфир абсолютно всем будет полезен. Супер позитивный, я давно так не смеялась. Все, все. Всем большое спасибо, что были с нами. Задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на нас обоих, задавайте вопросы, и мы вас обнимаем всех. Желаю вам много здоровья. Ты еще хочешь что-то добавить? Все, все, пока-пока. Все, пока. Стоп, не закрывать. Я закрою.